Привет зрителям моего канала, сегодня у меня будет такой нестандартный видос в необычном для меня формате, в формате говорящие руки, привет Бим, привет Бом, ха-ха-ха. Ну и почему я решил создать данное видео, незадолго до того, как мне пришла эта идея, я купил себе новый телефон и вот так вот подумал, а мне ведь действительно есть что вам рассказать абсолютно обо всех тех телефонах, которые я покупал в своей жизни, ну и самое главное, почему я все-таки создал этот видос, это потому что мне вам не только есть что рассказать по этому поводу, но и есть что показать о каждом из этих телефонов. Ну и я надеюсь, вам такой формат понравится, вы поддержите его лайком, кто еще на канал не подписан, тот оформит свою подписку. Ну в общем-то мне пришлось тут немного и головой покумекать и руками мальца поработать, потому что я не такой уж прям DIY блогер, так скажем, что у меня нет специального оборудования для съемок данных видео, поэтому мне пришлось подумать, как вот создать такой вот штатив, чтобы вы видели сейчас эти кадры. Поэтому из подручных средств я тут что-то собрал и вот сейчас вы можете видеть это видео. Ну а данный обзор всех моих телефонов я решил разделить на две части, потому что телефон у меня в жизни был не один и не два, а больше. Ну и в первой части мы поговорим и вспомним те модели телефонов, которые были у меня в период до того, как я начал вести именно канал по восьмому и девятому асфальту. Кто у меня, кто может быть случайно сюда попал, основная тематика канала это гоночная серия асфальт. Ну и сегодня будем о тех телефонах, когда я еще про асфальт толком и не слышал. Ну и наверное вы спросите, а почему я вот в таких вот непонятном защитном обмандировании. А все потому, что мы сегодня, ну в прямом смысле, знаете, прикоснемся к истории. Будем с вами трогать такие вот уже, можно сказать, реально старинные, музейные, просто антикварные артефакты. Ну и в общем-то начинаем этот видос не с телефона номер один, а с телефона номер ноль, с которого у меня вообще пошло знакомство с мобильной техникой, потому что это был не мой телефон, а телефон моей тети. Ну и начнем наше путешествие во времени с возвращения в 2003 год. Вот многие мои зрители, наверное, этого года рождения. Ну а я, знаете, тогда был таким мелким шестиклассником, который просто ходил в школу, учился, гулял во дворе и так далее. Особо телефонов пока еще ни у кого не было. Но именно в этот период, начиная где-то с 2003 года, они уже более-менее все-таки начали массово появляться, в принципе, у людей. Ну и вот первый телефон, с которым я более-менее так близко познакомился, это был телефон моей тети. И это была модель Samsung, Samsung SGH-A800. Ну и, в общем-то, давайте сразу же посмотрим на то, что у меня от этого телефона осталось. А осталась у меня от этого телефона его оригинальная коробка. Вот она! Вот она история! Вот как выглядели раньше коробки с телефонами. Вы посмотрите, какие... Вот тут обозначения телефон был создан под Олимпийские игры. Олимпийские игры, ну, вообще, 2004 года в Афинах. Вот так вот эта коробочка выглядит. Можно тут посмотреть. Цвет песочный-серебряный. Вот такой вот, как вот здесь он обозначен на коробке. Есть вот такие еще обозначения. И вот тут можно даже посмотреть его технические характеристики, если это можно так вот назвать. Вот LCD-экран, где тут на русском языке вообще информация есть. Ага, вот, вот. LCD-дисплей с высоким разрешением. Высокая, я подчеркиваю. 128 на 128 пикселей. Расширенный сервис сообщений. 16-ти голосовая полифония звонка. Голосовой набор. Мобильный интернет! Ё-моё! В 2003 году! Вот это просто нифига себе на то время было. Ну и что же, это не просто коробка. Это не просто упаковка. Это такая упаковка, которую можно вскрыть и посмотреть, что же там происходит внутри. Ну что же, давайте посмотрим, что же там у меня осталось в этой коробке. А тут, ух ты! Тут есть на что посмотреть. Вот тут все, смотрите, сложно. В такую вот клееночку обернуто. Но тут больше ничего нет. Пленка, может, это, я не знаю, может, сам телефончик был завернут. Он был такой, знаете, очень компактный, маленький. Такой больше женский выбор, можно сказать. Ну и давайте распакуем телефон 2003 года. Ну и не телефон, а его комплектацию. Что-то вообще входило в его комплект. Так, давайте посмотрим, что тут у нас хранится. Вот такая мы видим, нас встречает огромная просто инструкция о телефоне. Вот как он тут выглядит. Просто княженция здоровенная. Напечатана в Корее, между прочим. Ниху-ху-ху-ху. Ну и инструкция, я так понимаю, она вся на английском языке. Ну и тут можно, собственно, посмотреть, как этот телефон вот так вот выглядел. Это была такая вот раскладушечка. Ну и вот, видите, тут такое чтиво на 100 с лишним страниц. Можно было узнать даже еще, вот видите, пустые странички для заметок. Можно было даже заметки какие-то составлять. Так что об экологии тогда вообще никто не думал. Вот сколько макулатуры. Так, что это у нас такое? Информация о сервисных центрах. Вот видите, как это раньше выглядело. В разных странах сервисные центры. Ну вот тут такая вот информация, в общем. Так, загрузи новый фан. Что это за какой-то буклетик мы видим? Добро пожаловать в клуб Samsung 2003 год. Какие-то общения досуг. Вот все такое пиксельное, вы видите. Такой вот буклетик. UA, Samsung, Mobile.com. Специальные цветные картинки. Ох, вот это были времена, да. Когда цветные картинки, это было что-то прям совсем такое уникальное. Итак, это у нас какое-то письмо. Тут еще лежит центр по работе с потребителями. Интересно, что это. Давайте это письмо посмотрим. Что тут вообще хранится? Вот какая-то тут информация. Регистрационная карточка владельца продукции Samsung. Вот так вот это все называется и выглядит. Кто хочет, может остановить, посмотреть, что тут вообще написано. Так, гарантийный талон. Вот он, оригинальный гарантийный талон покупки этого телефона. И сразу мы видим дату, когда он был приобретен. 13 декабря 2003 год, народ. Вот тогда именно этот телефон был приобретен. Это такой вот гарантийный талон. И обращаю ваше внимание, что посмотрите, гарантия 36 месяцев. Где сейчас такое старить, чтобы на телефон давали 3 года гарантии. Это просто топчик тогда для 2003 года. И тут какие-то еще вот есть непонятные записки, что тут в коробке лежало. Сейчас вообще будем разбираться. Что это такое у нас тут? Так, заявление. 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 Прошу вас. Развести замену мобильного телефона. Вы посмотрите. Самсунг 800, серийный мой номер тролливали, приобретенного в вашем магазине 13 декабря 2003 года. В связи с тем, что на дисплеях, внешнем и внутреннем, появились темные разводы. Это вот, это моя тетя писала такое заявление, как оказывается, вот в марте 2004 года. Посмотрите, 3 месяца всего телефон прожил. И уже тетя написала заявление о том, чтобы его заменить. Но, как бы, я помню этот телефон и позже. Видимо, или заменили все-таки, или что-то. Потому что я помню и после 2004 года этот телефон. Это точно такое же заявление, в общем. Да, народ, так что, ну, самого телефона у меня нет. И, в общем-то, я его помню вплоть, наверное, года до 2007-го, когда тетя к нам в гости с ним приходила. Ну, и, в общем, что-то у меня в памяти такое вспоминается, что он какой-то разломанный, знаете, на две части. Где-то вот. Ну, нет, я точно не помню. Вот точно я не помню, когда он исчез из моей памяти. Но что-то просто вспоминается, что он как будто разломался на две части. В общем, такая вот история. Ну, а теперь, народ, переходим к следующему телефону. Это уже непосредственно мой первый телефон в жизни. Теперь, народ, перемещаемся с вами в 2006 год. Я вот тогда только закончил 8 класс. Это было начало лета. И вот у нас в семье решили, что все-таки пора, пора мне уже приобрести мой первый мобильный телефон. И вот мы с отцом поехали его выбирать. Я лично хотел себе приобрести модель Siemens ME45. Вот, как сейчас помню, хотел его взять, потому что на нем был ик-порт, по которому можно было игрушки передавать. Но вот мы поехали в магазин. И батя такой берет этот телефон и говорит, что это, что это за хренатень? Вон он стоит, нормальный стильный телефон на витрине и на прилавке. Бери его. И все-таки он меня убедил. И я взял другую модель. Это была Motorola Silveral L7. Там не было уже ик-порта. Но, тем не менее, там уже был Bluetooth в 2006 году. Это тогда казались какие-то прямо инопланетные технологии. И да, 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 у меня тоже от этого телефона осталась оригинальная коробка. И посмотрим, как выглядела она. Вот она какая. Тоже в таком пожуханном, пожмаканном состоянии. Но, тем не менее, она у меня сохранилась. Вот он мой непосредственно личный первый телефон Motorola. Вот со всех сторон можно посмотреть, что тут на коробке написано. Запечатано в Сингапуре, кстати говоря. Вот так вот, не в Китае. Вот так вот выглядел этот телефон. 11,5 мм была его толщина. И на момент, когда его продавали, это был один из самых тонких вообще телефонов на рынке. Чем он непосредственно славился. Вот еще одной его фишкой, как я уже сказал, было наличие Bluetooth на тот момент. Ну и давайте распакуем уже эту коробку. И посмотрим, что у нее там находится внутри. Открываем. Так, и встречает нас что-то. Я вообще не пойму, что это такое. Что-то за 40 гривен. Не штаны, но... Это похоже, знаете, давайте посмотрим. Экстренное зарядное устройство. Вы посмотрите, это Powerbank образца 2006 года. В общем-то, я насколько понимаю, сюда вставлялась... Был такой вот чехольчик. Сюда вставлялась обычная батарейка пальчиковая. И вот от пальчиковой батарейки с этим переходником можно было заряжать не только телефоны, но и MP3-плееры, цифровики, вот карманы и компьютеры. Ну, даже вот такая фигня у меня, оказывается, была. Так, ну, отложим пока в сторонку и посмотрим, что непосредственно связано с телефоном. И тут мы встречаем тоже такую здоровенную книженцию. Вот такую толстую. Это тоже такой мануал по этому телефону. Ооо, вот это прикол! Вы посмотрите, я даже написал тут... Ха-ха-ха-ха! Я сам это писал, все характеристики этого телефона. Решил вынести тут на первую страничку. Вы посмотрите, какой архив я вскрываю. И вот можете сами посмотреть вообще все характеристики. И даже цена указана. 1080 гривен в 2006 году стоил этот телефон. Обалдеть! Ё-моё! Bluetooth есть экран. 176 на 220. 64. А, тут карта памяти, microSD в комплект входила. Ёмкость 64. Встроенной памяти 6,7 мегабайт. GPRS уже на тот момент был. Аккумулятор 820 мАч. VGA камера 0,3 мегапикселя, ё-моё! Ну, это, конечно, была далеко не самая лучшая камера на тот момент. Даже на 2006 год. Ну, вот так вот этот телефон выглядел. Как бы тоже такая большая инструкция. Выглядел он весьма тоже симпатично. С красивой такой подсветкой клавиатуры синенькой. Оля, ты посмотрите, я даже тут какие-то бренды вырисовал. Какие были на 2006 год популярные модели. Да, вот такая вот интересная, реально архивная вещь. Так, это, я понимаю, у нас гарантийный, оригинальный гарантийный талон на этот телефон. Так, что мы тут видим? Дата покупки 8 июня 2006 года. И гарантия я не вижу, насколько здесь она была. Но, как бы, в гарантию я его не сдавал. Поэтому, мне, как бы, гарантия здесь и не пригодилась. Так, смотрим дальше. Это уже что-то связанное, я так понимаю, с картой памяти. Вот этот телефон уже на тот момент поддерживал microSD-карты. Вот вы видите, microSD-карточки. Ну, я не помню. По-моему, у меня была в нем карточка на Gigabyte, что ли. Но я точно даже не помню. Так, давайте смотреть дальше. Что тут еще есть в коробке? Motorola User Information. Ух ты! Прям нифига себе! Так, я так понимаю, это адреса в сервисных центрах вообще во всех странах мира тут указаны. English. На английском языке. Что-то еще, какой-то буклетик по поводу карты памяти. Вот тут какие аксессуары есть. Вот можете посмотреть. Интересно все это. История, история, как вообще все это развивалось. Вот еще какой-то буклетик Motorola Silver. Вот можете поближе посмотреть вообще, как телефон выглядел. Здесь, наверное, описываются его основные функции. Вот какие еще аксессуары к нему можно было подключить. СМСки. Да. Вот тут все эти порты, кнопочки. Чего куда вообще нажимать, чтобы человек смог вообще разобраться, что он купил себе. Так, ну давайте смотреть дальше. Еще одна просто огроменная здоровенная книга. Варантии информейшн. Мы видим тут информация о гарантии. На хрена? Ну на всех языках мира, я так вот понимаю. Тоже фирменная от Моторовой гарантия. Интересно. Так, что это у нас еще тут? Лежит в коробочке тоже. Что-то связанное с сандиском, в общем. Ох ты! Кто помнит, как раньше назывался оператор Vodafone? Он назывался MTS. А как он назывался до MTS? Вот так вот он. Смотрите, просто реально архивные вещи. Сим-сим от UMC. Это раньше так сеть Vodafone называлась. В 2006 году. Ну, офигеть, можно, конечно. Какого-то абонента, вы посмотрите. Это можно, по-моему, развернуть даже или нет. Нет, наверное, нельзя. Но, тем не менее. Так, вот это что-то такое? Какой-то адаптер, переходник для этих карт памяти. Что-то такое. Вот не пойму я вообще, что это. Не помню уже. Просто для чего это надо. Так, и еще один. Еще один. Такой же самый. Вот. Ну, вот что здесь лежит в этой коробке. В общем-то, в ней больше ничего нет. Это был мой первый телефон. Но, знаете, на самом деле история с этим телефоном закончилась печаленько. Я помню, как я, по-моему, в мае 2007 года, знаете, была такая история. Поехал к бабуле своей проведать ее, в общем-то. И когда возвращался домой, все уже, как обычно, в троллейбус. И какие-то дядьки начали меня какими-то тупыми разговорами отвлекать. Я ничего не понял. И после этого я просто выхожу из троллейбуса и обнаруживаю, что этого телефона у меня нет. У меня его просто вытащили в троллейбусе. Не представляете, как это было обидно. Когда ты понимаешь, что ты шаришься по карманам, а телефона нет. Вот этот холодный пот, когда пробегает. И, естественно, никто его, никакая милиция не искала. Так что вот так вот он у меня даже меньше года прожил. Но от этого телефона у меня осталась непосредственно даже какая-то частичка памяти. Это знаете, что это вот части вот такого вот чехла на этот телефон, который я нашел. Даже носил я этот телефон с чехлом. Правда, не помню. Я его вряд ли сам купил. Я чехлы сам вообще по жизни не особо люблю. Наверное, подарил кто-то. Точно не помню. Но вот это единственное, что у меня осталось в памяти от этого телефона. Ну вот, после того, как у меня его сперли, проходит еще некоторое время. И мне покупают мой второй мобильный телефон. Проходит короткое время, после того, как у меня украли в троллейбусе мой первый телефон Моторова с Ливерал Л7. Я заканчиваю уже девятый класс. Это лето 2007 года. И мне решают купить на замену спертого телефона новый телефон. И вы знаете, вот такое понятие, как топ за свои деньги, начали употреблять, ну, относительно не так давно, когда появлялись уже такие вот, если они другие, китайские телефоны. Но компания Sony Ericsson, блин, начала выпускать топы за свои деньги еще задолго до того, как Xiaomi вообще, в принципе, даже в зародыше их еще не было. И на тот момент топом за свои деньги был мобильный телефон Sony Ericsson K750i. K750i, реально легендарнейшая просто модель. И вот именно которую мне и решили купить. Ну и да, и эта коробка у меня тоже есть. И на нее тоже можно посмотреть, как она выглядела. Вот она, коробка от моего второго телефона. Sony Ericsson K750i. Тут сразу можно увидеть его основные характеристики. Камера на 2 Мп, между прочим, с автофокусом, со вспышкой, с видеосъемкой, 34 мегабайта встроенной памяти, плюс флешка, но тут не microSD, тут была большая по размеру флешка на 64 мегабайта, в комплекте TFT-экран. Ну вот такие вот основные его характеристики, которые вынесли на коробку. Вот тут можно посмотреть, он был у меня в черном цвете. Вот так вот он выглядел. Коробка, конечно, видно, что пережила многое, как и остальные коробки, которые я сегодня показывал. Ну что ж, давайте откроем теперь эту коробочку и заглянем внутрь нее. Топ за свои деньги, но не только вот 2007-го, когда я его купил, но еще и 2006-го, наверное, года, и 2005-го, наверное. Так, тут какие-то у нас собраны пленки, тут, наверное, всякие аксессуары, сам телефон хранился. Так, ну что ж, смотрим. Первое, что нас тут встречает, Fun and Downloads. Вот тоже какой-то буклетик по поводу этого Sony Ericsson. Интересно, давайте посмотрим, что тут внутри находится. Ну тут на английском языке поздравляют нас с покупкой Sony Ericsson K750. Вот так вот интересно. Тоже стали. Вот так, Citrus Discount, смотрите. Я не в Citrus Discount купил, я в другом магазине купил. Это, наверное, я не знаю, может, ходил, просто выбирал. В общем-то, да. Так, и вот он уже оригинальный гарантийный талон от Sony Ericsson K750i. Обратите внимание, как он выглядит. Реально, как какой-то документ, знаете, заверенный нотариусом. Выглядит K750i. Код, что это за код, я не знаю. Вот, купил я его дата покупки. Можете посмотреть. 23.06.07. Так. Не хочет фокусироваться. Ну вот видно, да? 23.06.07. Не знаю, сколько была гарантия. Я точно помню, что я его купил за 999 гривен. На тот момент это было еще 200 баксов, между прочим. 999 гривен. Так, дальше идем. Это какая-то у нас тоже макулатура. Непонятная. Сейчас посмотрим. Тут что-то тоже про гарантию. Я думаю, особо ничего интересного здесь нет. Не будем уже тут париться. По этой теме. Так, что это такое? SAR Information. Ну, это... Тут сказано, что, наверное, телефон соответствует всем правилам по радиации, излучению и тому подобное. Так. PlayNow. PlayNow. Был такой сервис у этого телефона. Вот. Можно даже посмотреть. Доступ к PlayNow. Ну, это типа такого PlayMarket. Я уже даже, честно говоря, и не помню, что это было. Так. Еще одна такая же бумажечка. Это что тут такое? Доступ. А, это то же самое, только на украинском языке. Так. Service and support. Тут что-то тоже, видимо, написано. Какие-то сервисы, наверное, тоже про эти сервисные центры по всему миру. Ох ты ля, видите, сколько стран. Ну, Sony Ericsson тогда, конечно, был очень популярной маркой. Понятно, что многие покупали именно модели Sony Ericsson. Краткая руководство. 750А. Реально трогаешь историю. Вы посмотрите. Краткое руководство. Как тут все красивенько описано. Вот тут два с половиной часа заряжается данный телефон. Не так уж и быстро. Так, тут клавиша музыкального проигрывателя. Не хочется фокусироваться почему-то. Сейчас давайте попробуем так. Так, вот, два с половиной часа заряжается телефон. Вот, можете посмотреть. Мемористик. Вот, я же говорю, большие были карты памяти с этого телефона. Как тут камерой пользоваться. Вот, кому интересно, можете даже посмотреть. Так, ну, это тоже самое, опять же, продублировано на украинском языке. Так, это что такое? Витаем у вас, продбаня мобильного телефона. Тут написано, какая комплектация, в общем, какая камера. В общем, вот такие вот вещи. Так, такое же приветствие на русском языке. Ещё какой-то авторизованный сервис-центр. Посмотрите. Ну, в сервис-центр я этот телефон тоже не сдавал, кстати говоря. И вот, так, это у нас огромная, опять же, такая инструкция какая-то. Видимо, по пользованию телефонов. Вот, раньше были такие вот большие книжечки. Можно ознакомиться вообще, как, в принципе, телефоном на первых порах пользоваться. Кто, может быть, что-то не поймёт, не разберёт. Так что, такая тема. Так, ну, это ещё не всё. Коробка не заканчивается. Здесь мы открываем потайной отсек. И видим, есть ещё тут что посмотреть. А именно, знаете, что это такое? Это, я так понимаю, диск с программным обеспечением для этого телефона. Вот для Sony Ericsson часто шли такие вот диски, которых устанавливают специальные программки. И давайте вы мне ещё скажите, что он действительно там лежит. Реально, пипец, реально лежит диск. Оригинальный диск Sony Ericsson K750 с программным обеспечением. Офигеть. Я офигею просто. Да, и такое вот у меня, видите, тоже сохранено. Так, что ещё тут лежит? Так, это что такое? Сим-карты какие-то. UTEL. Ну, у нас был когда-то UTEL оператор. Я пользовался, потому что был интернет мобильный там. В принципе, неплохой. По-моему, мы его в Beeline переименовали. Live. Так, а это что такое? А это я, наверное, на телефон приклеил. Такую вот наклеечку. Так, а это что такое? Это какой-то переходник. Для карт памяти, именно большого размера. Так, ну, я даже не знаю, для чего, собственно, это надо. Но что-то тут такое есть. Адаптер какой-то для memory card. Ну, и больше здесь ничего нет. Народ, так что вот такой вот Sony Ericsson K750i, который мне прослужил достаточно долго. Я могу сказать. Его не украли. Он умер своей жизнью. Потом я заменил телефон. K750 еще какое-то время жил. Потом в нем начал что-то там с экраном, какие-то проблемы. Сдали его один раз в ремонт. Но уже это не по гарантии. Это просто в ремонт сдали. Его там починили. Спустя короткое время он опять сломался. И в итоге году, наверное, в 2016 уже его просто отдали там пацану, который ремонтировал. И возвращать его уже не стали. Там он его или разобрал я, или не знаю что. Так что вот такая вот история мобильного телефона K750i для меня. Но еще задолго до того, как он ушел из жизни, я купил себе новый телефон. Но от Sony Ericsson K750 еще хочется поверить вам о том, что у меня от него осталось. А осталось у меня, знаете, что вот я нашел такую вот часть корпуса. Вот там еще, по-моему, и корпус этот чувак менял. Ну вот такая вот эта железяка, между прочим. Это не пластик. Так что вот такая вот напоминалка в этом телефоне. Но, несмотря на то, что сам телефон я вам не могу показать, я могу вам показать некоторые для него аксессуары. А знаете, какие аксессуары? Сейчас вы удивитесь, потому что у меня есть вот такие вот колоночки, которые я купил для этого телефона. Оригинальные комплектные наушники с этим телефоном, которые шли. Реально они у меня сохранились. Я не помню, как они звучали. Наверное, не очень. Но, тем не менее, какая-то даже память об этом телефоне все равно осталась в виде таких вот наушников. Но, несмотря на то, что сам этот Sony Ericsson прожил долгую жизнь и умер где-то там за стенках пацана, которому мы его отдали где-то в году 2016-м, но задолго до этого я сменил Sony Ericsson K750 на другой телефон, о котором поговорим уже в следующей части этого обзора. Ну и, как я уже сказал, Sony Ericsson K750i прослужил мне достаточно долго. Закончил я школу вместе с этим телефоном, поступил в универ вместе с этим телефоном. И вот на втором курсе универа уже пришло время его менять. Он конкретно уже морально устарел. И поменял я его уже в начале, вот, по-моему, в январе 2011 года. Но тогда уже, знаете, популярность начали обретать сенсорные телефоны. Таким первым массовым сенсорным телефоном был... Ну, в наших краях это был не iPhone, о котором могли многие сейчас подумать. Это была Nokia 5800, но она стоила достаточно дорого. И моим первым сенсорным телефоном стал именно не Nokia 5800, а Nokia 5230. Вы знаете, я выбирал между 5230 и 5530. Вот у 5530 был, по-моему, Wi-Fi, а у 5230 был немножко больше экран. И я все-таки решил отдать предпочтение более такому большому экрану. Ну, не знаю, насколько я правильное решение принял или нет, но, тем не менее, принял такое решение. Я помню, что я его купил в день своего экзамена. Да, у меня тогда шла сессия. Я даже помню, какой предмет я в тот день сдавал. Это была статистика. В общем, поехал я в универ еще с K750i. K750i по дороге было скользко, я упал на льду, K750i полетел по улице, у него сдох экран, поэтому списывать мне не пришлось, хотя я на такую возможность рассчитывал. И, в общем-то, несмотря ни на что, я сдал тот экзамен на четверку. И сразу же после экзамена пошел в салон и купил себе вот этот телефон, который находился вот в такой вот коробочке. Это самая большая коробка у нас будет вообще во всем моем обзоре. Nokia 5230. Сенсорный, мой самый первый сенсорный телефон. Вот так он выглядел. Black Chrome, между прочим, с хромированной вставкой. Тут можно посмотреть тоже такую информацию. Сделан в Венгрии в декабре 2010 года. Nokia 5230. Здесь ничего интересного. Здесь просто пустая фигня. В общем, давайте теперь открываем вот эту коробку. Благодаря тому, что у меня сохранились вот эти вот экспонаты музейные, я вот как раз и делаю данный видос. Вот тут лежал сам телефон. Ну, а коробка далее открывалась. И тут вот мы видим тоже много всякого добра лежит. Давайте я это, наверное, вот так вот сделаю. Чтобы вот это не мешало, уберу. Так, ну и посмотрим, что у нас встречает. Здесь еще остались оригинальные аксессуары, которые шли вместе с этим телефоном. Вот это, я так понимаю, держатель для телефона. Вот можно посмотреть, как он выглядит. Вот такой вот держатель для телефона. И этот держатель крепился вот во второй аксессуар, который здесь в коробке остался. Это, я так понимаю, автомобильный держатель. Крепеж, чтобы можно было в тачку этот телефон прицепить и пользоваться там навигацией. Вот именно навигация, поддержка навигации заявлялась как одна из самых таких важных фишек этой модели. Так что вот такие аксессуары тоже остались. Ну и что мы тут еще видим? Так, ага, вот еще что-то есть. Это, я так понимаю, оригинальные наушники, которые шли к этому телефону. Я ими активно, помню, пользовался. Когда я купил этот телефон, я когда ездил в универ, с универа обратно возвращался на маршрутках, я вот в этих наушниках постоянно слушал музыку, так что они у меня, кино, были в ходу, но, тем не менее, звук был, если честно, херня полная. Так, опять же-таки, очень толстая книга с инструкцией. Пассивный коротство ЧА, ну то есть инструкция, другими словами, о том, как пользоваться вообще телефоном, где что тут находится, какие кнопочки. Так что, даже еще в 2011 году. Так, это что такое? А, это оригинальный чек, вы посмотрите. И гарантийный полон. Да, 25-е мы видим, января 2011 года. Я купил этот телефон после экзамена. Купил я его за 1600 гривен. Это тоже 200 баксов было на момент покупки. По 8, я помню, был доллар тогда. Так, вот, даже сохранились такие у меня вещи. Так, это что-то тут связанное именно с навигацией. Как я сказал, именно вот навигация, главной фишкой являлась этого телефона, который я, блин, не пользовался этой навигацией, как бы мне она особо была не нужна. Тоже вот такие вот буклетики на этот счет входили сюда. Так, это что такое? Не пойму. Это какой-то... А, это как использовать вот этот держатель для автомобиля, как его крепить, я так понимаю, такая вот инструкция. Так, а это у нас что? Изучаем коробку дальше. Швыдки интернет, потужный процессор Nokia H311. Это мне, наверное, когда я ходил, покупал, что ли, или я не помню, откуда я взял вообще этот, или всучили мне где-то на улице. В общем, вот такие вот еще телефоны Nokia были. Помянем, конечно, компанию Nokia. Она сейчас, можно сказать, уже практически мертва. Так, и вот еще одна такая инструкция. Я так понимаю, то же самое, только на русском языке, что я уже показывал. Вот такая вот коробочка, и вот такая вот Nokia 5230. Но, вы знаете, народ, Nokia 5230, это уже тот телефон, который я могу вам конкретно показать. Да, он у меня с 2011 года остался, и он до сих пор живой. И вот он, он живой. Он рабочий. Им, в принципе, даже если помучатся, то им можно пользоваться. Но он уже очень тормозной. На самом деле, он работает, его можно включить. Да, то есть, вот. Я не знаю, в перчатках это будет вообще. Кнопочку можно нажать. Вот меню, например, да, вот сенсорный экран. Видите, это все работает. Ну, в общем, вот такая вот тема. Но он очень тормознутый. Я ему уже давным-давно не пользуюсь. Ну, как бы, кому он нужен, его не продать, ничего. Вот он просто как бы валяется. И для истории, для такого видео, можно вам даже его показать. Так что, Nokia 5230 с хромированным ободком, который за вот все эти 11 лет и не облез, в общем-то, остается в нормальном состоянии. Так что, народ, это был мой вот такой вот, я так понимаю, третий, да, телефон по счету получается. Ну, а мой следующий телефон я уже купил себе как подарок на выпускной из университета. Но об этом речь пойдет уже во второй части видео. Как я вам обещал, будет две части. Сегодня на этом остановимся, в общем. И продолжим уже во второй, где я расскажу о тех телефонах, с которых я, собственно, начал вести свой канал. Именно по восьмому асфальту я сначала начал его вести, а потом перешел в девятый асфальт. И с какого телефона это все началось, об этом в самом начале следующей второй части. Так что, следите за обновлениями на моем канале, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. Надеюсь, вот такой вот формат вам понравился. И вы будете вторую часть ждать. Ну что, всем удачи, всем пока. До новых встреч во второй части видоса. Субтитры подогнал «Симон»!